так алена ну теперь уж не совсем слепые сайты есть официальные объявления хотя бы можно было можно видеть это и делать выводы о том что идут какие-то работы ли нет ну согласен да на сайте germes recovery информация дается но повторю у нас до сих пор нет нормального подтверждения действительно ли это имеет отношение вообще к роману василенко да то есть он же не записал какого-то видео смотрите допустим ну как я себе это представляю то есть допустим роман василенко записывают видео или вебинар проводит и говорит что ребята вот у нас сложности юридические там технические у нас правоохранительные органы изъяли базу данных но мы делаем все возможное чтобы данные восстановить и так далее и вот мы достали там невероят с помощью невероятных усилий достали там в разобранном виде базу данных нам понадобится определенное время ее восстановить но мы сделали вот сайт germes recovery пожалуйста заходите с вашими логинами паролями на этот сайт посмотрите свои циферки и так далее то есть можно же был так сделать можно когда бы он прямо лично подтвердил что да это сайт создан усилиями его команды не было бы никаких сомнений а тут повторю получается партизанщина какая-то елена видеть что если от реальной работы туда если видимость это хорошо если на нас на 100000 меньше а если бабу а если бы больше было хуже ну алена пишет если бы вообще ничего не было видно было бы хуже ну согласен ну ален так тогда уж извините тогда это было бы вообще подстава как говорится конкретная когда там василенко ушел с радаров там лидеры все попрятались и и вообще полная тишина и прострация вспомните вспомните первые месяцы там март что там март апрель да когда сайта нет ничего нет там вообще непонятно что происходит так елена пишет понятное дело хочется верить столько уже ждали так алена главное чтобы это к деньгам имела отношение к роману имеет отношение или нет нет точных данных но очень похож окей коллеги кто-то голосом хочет что-то добавить включайте микрофон говорите или будем заканчивать мы тут уже час вещаем алена написала сейчас намного лучше чем в марте было ну согласен сейчас по крайней мере у людей появился доступ в кабинеты и хоть хотя бы циферками могут полюбоваться якобы 1 к 1 ноября должны открыть внутренние переводы люди смогут друг другу циферки переводить так алена пишет если бы все попрятались то как бы узнали о том что есть новый сайт значит не все попрятались ален так в том то и дело что как мы новости узнаем кто-то присылает вот эти текстовые планы какие-то сообщения там есть какие-то ну чаты так сказать лидерские где там командные чаты создаются и вот люди там друг другу это все перекидывают вопрос опять же остается открытый плане достоверности да то есть вот то сообщение которое у нас прикреплено в нашем чате все идет по плану в сентябре появились балансы для сверки 1 октября появились транзакции для сверки в октябре появятся внутренние переводы и так далее а мне там там ну один консультант написал откуда вообще это взялось у нас в чатах такого нет понимаете то есть вот бардак то в что если бы был какой-то какой-то централизованный чат где так сказать люди бы знали что да вот эта информация официальная остальное извините это слухи и сплетни вот вопрос чем информация на сайтах вся сбывается значит можно чатам верить алена пишет но кей хорошо посмотрим кому-то повезло больше с командными чатами а кому-то меньше но смотрите как происходит коммуникации сейчас насколько я понимаю еще раз повторю непонятно почему роман василенко так себя ведет но видимо есть у него на это причин значит видимо он общается с узким кругом каких-то особо приближенных директоров которым озвучивает информацию передает и вот из того что они общаются из этих бесед из этих диалогов уже пишутся вот эти текстовые новости сообщения и публикуются как раз в командных чатах артемий написал наверное кинуть не хотят понимаешь артемий опять таки как показывает опыт многих компаний ныне уже исчезнувших так сказать может быть реально пытаются что-то восстановить а может быть просто как говорится придумывают очередные истории так елена пишет связь плохая у меня и все же если есть возможность узнать знаете сколько нас давайте перекличку сделаем устроим голосование но вот смотрите в нашем чате почти 800 человек понятное дело что здесь есть разные люди и те кто участвовал life is good и те кто не участвовал мое мнение хотели бы сделали бы это давно но мы это обсуждали на предыдущих созвонах что в принципе действительно роман василенко мог бы сослаться на форс-мажоры вот там правоохранительные органы изъяли сервера изъяли документацию короче работать не дают и так далее но постоянно мы слышим сообщение что нет работа ведется другое другое понимаете другое дело что работа то ведется но никто не знает чем она закончится вспомните в самом первом сообщении василенко который он марте еще опубликовал там что было написано что мы приложим все усилия чтобы наших арестованных там партнеров как бы вызволить да ну и что полгода они уже там и несмотря на все усилия василенко его адвокатов они до сих пор находятся под арестом и выйдут они или нет это вопрос очень интересно то есть получается они могут конечно говорить мы работаем там мы стараемся мы делаем вопрос остается ну старайтесь а результата будет от ваших сторон как бы смотри а так думаю если все-таки получится осветлить да как бы в кавычках жкпк там да вот эти вещи то все-таки наверное тогда совпадят из-под стражи потому что нужная нашу бюрократию не так все это просто как бы тем более в этой ситуации вот по поводу ведущихся работ ну да обсуждали уже не один раз и все-таки они же как что-то делают соответственно ну не я думаю не просто так потому что все-таки смысл тогда что-то даже если там как какой-то капелюшечки делать какой-то должен быть смысл они просто так тянуть резину смысла вообще в этом я не вижу тем более все равно это все идет как бы за кадром да и все эти ведущие работы не мы не знаем кто это делает когда и так что узнаем поэтому кто-то делает знаешь кому-то что-то для чего-то это все-таки все надо да как написал антуан до сент-экзапери если звезды зажигают значит это кому-то нужно да поэтому все таки большинство людей как бы в надежде и она так и будет в любом случае пока не будут причины скажем так какие-то работы так алена пишет нельзя говорить что усилия по освобождению не ведутся адвокаты работают но не так просто противоборство сильное с обеих сторон ален так я не говорю что что ничего не делается делается но именно мы видим что вспомните диалог с там с евгением айтишником да как он сказал роман василенко заверил будут будет там тебя ждать на в аэропорту армии адвокатов по факту их не было вот то есть и получается да мы потому же кооперативу давайте посмотрим до адвокаты работают и даже видеоотчеты делают но как мы знаем сам же крючек недавно записал очередной раз пришли правоохранительные органы изъяли в очередной раз документацию изъяли сервера там или что у них там находится вот получается идет противостояние и ну конечно кто-то может сказать это все несправедливо на наш там честный кооператив вот наезжают это наверное происки банк банковской системы потому что им не выгодна конкуренция со стороны кооператива и так далее возможно исключать ничего нельзя но получается тут как говорится чья возьмет да на чью сторону встанут суды да ну опять же смотрели на все роли для многие управлять круговый стол я так думаю это просто так тоже не пройдет и есть заинтересованы все-таки люди и там принципе информации как тот сказал в чате не был конкретики там не знаю по мне там принцип конкретика была и вполне вполне даже потому что действительно как бы внести список пирамид до без каких-либо там официальных доказательств но это как бы по моему бред ну и бред произошел как бы и его никто не отменил и не отменяет пока по крайней мере так а доказать тоже обратно не могут что это не перед не пирамида илья понимаешь какая штука вот заметьте помните у нас чате выкладывалось интервью с директором анной орловой и там забавно интервью получилось потому что даже я первый раз когда его смотрел ну я подумал что чуть она плохо подготовилась она с собой даже взяла там группу поддержки видимо там консультантов из своей структуры и как-то перед интервью наверное надо было прорепетировать какие-то трудные вопросы потому что в ходе интервью значит ей там начали задавать вопросы про гермес как можно открыть счет в оптовой компании гермеса но ну вот насколько я знаю в оптовой компании открыть счет там нельзя предположим да и и ну и так далее когда то есть такое ощущение что она пришла говорить только про бествей а всех вопросов про гермес она старательно уклонялась и получается смотрите когда обсуждают вот эти круглые столы конечно они делают упор да вот у нас потребительская кооперация у нас все законно все честно но заметно что именно в ходе разговора они стараются избегать упоминание life is good и гермес потому что да они хотят обратиться колокольцеву насколько я понял то есть там что вот наш кооператив несправедливо преследует но мы уже этот момент обсуждали немалое количество членов кооператива несли деньги то куда сначала они клали на счет виста в оптовой компании так зарегистрированной великобритании то есть им делали кредитное плечо и эта схема открыто рекламировалась директорами да то есть есть ролики есть записи на ю тубе да и и уже потом люди обналичивали так сказать выводили со счета виста через внутрянку через обменники в рубли и вот после этого уже заходили в кооператив то есть получается в начале идет серая схема назовем так а потом идет белая и и получается люди которые сейчас пытаются отстоять честь кооператива не как не менее никаких серых схем не было у нас все бело ну чисто и прозрач но это же не так ребята был гермес были массам немалые суммы люди заводили на счета виста директора объясняли что это выгодно вы прежде чем там тратить там есть у вас например два три миллиона да вы можете там внести как первоначальный взнос предположим но вам же выгоднее положить эти денежки на счет виста а как деньги надо на счет виста положить был был насколько как бы уже выбрать да не всегда же было так что надо было все положите потом как бы не всегда не всегда я но кто-то у кого-то просто чисто в кооперативе были момент я я согласен есть определенный процент людей я знаю такие которые через висту ничего не делали они прямо отсылали в кооператив да в этом случае ну спорить сложно все было четко и прозрачно но а как быть предположим сколько там пальчиков кооператива 20000 давайте предположим что даже из 20000 ну сколько там давайте возьмем там 50 человек 100 человек воспользовались этой схемы то есть они заводили там миллионы рублей на счет виста им давали кредитное плечо и так далее вот вам и все схема и и как интересно я бы посмотрел на тех адвокатов которые так сказать ну им будут вопросы задавать вот вы говорите что у вас в кооперативе там все четко и прозрачно а вот гражданка там петрова она говорит что она там свои 2 миллиона рублей вы помните в чате он ролик выкладывали там пожилая женщина принесла наличку прямо в офис и там в офисе прямо пересчитываю да вот то есть а вот гражданка петрова принесла там несколько миллионов и эти деньги ну положили на счет виста как вот вы это объяснить что адвокатов таким случаем а мы не знаем о чем речь что ли будут говорить потупят глазки долу а может свои три копеечки ставить меня пожалуйста я вот как думаю сейчас вот они ведут восстановительные якобы работы если спарка работала гермес и жека заводились деньги вот именно так как раз говорит андрей выше да то получается они специально создают видимость работы потому что если они сейчас озвучат что скам те люди которые в пк заводили деньги через гермес они максимально быстро писать заявление а это резонанс это крах сразу крах сразу быстро и все . есть такая точка зрения до пакетов бабки ходить не надо поэтому создается видимость на кошельке явно не хватает денег пускай там 300 человек 300 тысяч или 450 тысяч неважно на кошельке 22 миллиона даже если они вывод сделать по 2 доллара а он не покроет всем этим участникам а так как они сейчас борются за кооператив это все вот спускается на тормозах чтобы люди не шли массово не писали заявление на на кооператив да так алена пишут спк согласна просто так не пройдет суды идут серьезные по пк и решения тоже разные принимаются судами а доказатель что не пирамида не бывает в итоге пока будет работать то что его не бросают это тоже показатель порядочности пока работает пока работает потому что пока нет заявлений как я считаю там если активы там ну 10 заявлений 15 но пускай максимум 20 ну условно я не знаю как а если это будет массово по всей россии и стекаться все в питер тут я думаю совсем по-другому будут петь том том числе и крючек но слова там пока работает тут с учетом того что у них изъяли там и сервера и документы и так далее тут сложно сказать что там именно работает крючек же сам сказал там сотрудников кооператива даже правоохранительные органы с ними беседовали видимо запугивали и так далее вот поэтому не знаю какая там работа так значит алена пишет банки и застройщики сами официально предлагают первый взнос вносить из него платить за ипотеку первый взнос и платить за ипотеку сейчас поищу инфу если успею это выложу смысле первый взнос как депозит в банк положено так я напишет сейчас пайщиков намного меньше всего 13000 а куда остальные делись прямо неизвестно видать вышли дружно вышли из кооператива да и раньше тоже вот я за очередью наблюдал очередь постоянного первых прыгать у меня больше всего другой вопрос возник возник когда выяснилось что на на кооперативе на счетах кооператива оказался миллиард вопрос тогда возникает зачем эти деньги там копились когда люди полтора года стояли в очередях почему нельзя было ускорить процесс а покупки квад недвижимости деньги за полтора года полтора миллиарда не просто обесцениваются антон хороший вопрос у меня тоже такой возникал потому что на презентациях нам говорилось что как только на счете целевом накапливается нужная сумма все выезжает и и 100 оформляет квартиру и и покупают и все но по факту мы видим там на счетах какие-то там миллиарды миллиарды копятся что они там копятся люди уже давным-давно могли бы купить там квартиру и жить в ней до его и очередь бы быстрее двигалась это вот ну вопросов много так все правильно все правильно зачем копить у нас у нас тоже на на семинарах объяснялись деньги накопились побежали квартиру покупать а тут получается люди мало того что полтора года в очереди стоят неизвестно за что платят и еще деньги стоят они обесцениваются да да согласен пазл пазлы как-то не сходятся дела одни а разговоры совсем другие да да это мне напоминает фразу гладко было на бумаге да забыли про враги как бы всегда предупреждали это раз во вторых то что деньги обесцениваются так называемых реакции она тоже как бы над этой той страхована на и до этого как было есть мне кажется и будет тут как бы риск сюда даваться сегодня такие цен за другие в этом плане я думаю так и не понятно да если на счетах есть миллиарды рублей что они там лежат то есть на наоборот надо чтобы как можно быстрее очередь двигалась и все то есть пара пайщиков довольных пайщиков с готовыми квартирами и отзывов позитивных было бы намного больше нет в этом плане саде да и согласитесь к сам был удивлен когда узнал формацию что все таки да вот очередь там как бы каждого ждет там кто-то конечно там доплачивает и опереждает очередь но опять же тогда по идее не должно ну какая-то иная сумма должна дай быть все таки на счетах там все таки какие-то взносы делать ежемесячно так далее да но это должна быть я такой масштабе минимальный сумм потому что даже квартир приобретаться хотя принципе как кто-то говорил не помню уже но неважно что ведь квартиры тоже затягивали ну в плане покупки да то есть там не месяца до 3 до 4 год длилось то есть может быть из-за этого тоже скапливаюсь конечно деньги ну хотя принципе такие суммы наверняка должны были скапливаться но я допустим предположим 100 миллионов рублей предположим да что какое-то количество квартир покупка затянулась там из-за бюрократии за документов ну 100 миллионов рублей достаточно а тут миллиарды на счетах поэтому вам вопрос это уже вопрос руководству кооператива попадал в другую очередь на приобретение этой квартиры со пол денег сразу выделялся если компания уже концу двадцать первого года вышла на покупку больше ста квартир в месяц и люди из общей очереди попадали в другую очередь предоставлять документы там сделка это юридические какие-то там моменты там пускай сто пятьдесят двести квартир просто тупая математика квартиры почти 5 миллионов практически в любом регионе стоит но михаил то есть вы считаете что вот этот миллиард это и есть оперативная скажем сумма которая как раз шла на покупку текущую до квартиру но об этом прямо и говорили да человек стоит в общей очереди все очень подошла все он переходит другую статью на покупку квартиры деньги со чего-то будет и пока идет вот эта юридическая возня они лежат на покупку этой квартиры но она мне кажется великовато все таки для переходящей суммы сейчас мы не будем много говорить просто калькулятор откройте 200 квартиру может опять увидите сумму в миллиарды тупая математика но хорошо математика тогда почему люди годами стояли год как минимум год люди в очереди стоят купить свою квартиру но годами люди какие если пайс парк поетчик от от вступления до покупки минимум проходил год минимум конечно этих пачек становилось больше и больше так я и говорю тогда квартиру быстрее покупались очередь быстрее бы двигалась а очередь двигалась долго плюс минус 50 было 20 21 года это уже сумма перевалила больше стакла но я ни разу не видел чтобы 100 квартир в месяц покупал кооператив ну вы наверно просто со стороны смотрели как наблюдать и не стояло не видели с какой скоростью она двигается и прямого участия вот в этом времени не принимали михаил я больше вам скажу я состою в кооперативе кооператив купил мне квартиру я я два с половиной года у меня получается я сначала шел по накопительной потом меня вышестоящий говорит мы 11 месяцев с ним вместе простояли он говорит я перешел не стал ждать почему-то на последних месяцах вышел и меня сглотовал и в итоге я свою квартиру получается я простоял 11 месяцев еще потом до покупки прошло у меня полтора года у меня кооператив открыт с семнадцатого года нет вру с восемнадцать с восемнадцатого года потом еще все-таки набрать его может быть из-за этого все-таки 20 года вышло что сначала надо было какое-то время чтобы набрать до предначальных взносов потом все-таки уже встать в очередь насколько какие условия нет я сейчас не про себя говорю то что я про два с половиной года простояло то ладно просто другие вот те кто не шли по накопительной они от начала и до конца полтора года ждут квартиру полтора года это очень знаете случаи были поэтому по единичным случаям что стоял ну не знаю у меня вот и там 11 месяцев это заняло там в Анапе квартира пожалуйста я просто стою я так же смотрю со стороны как Андрей там есть медаль да у нее две стороны там может быть и хороший скотт и плохой и уже за восемь месяцев там веры как правило ее нету мы смотрим только конкретные какие-то факты что-то делается или не делается но кого-то там защищать или защищать но себя поставьте на место того же пускай когда у тебя миллиард в кармане и еще там тебе суды там какие-то заявления пишут ну наверно бы давно бы уже все закрылось бы и продолжения бы никакого бы не было еще можно было и полгода назад что какой-то добор денег там делают еще что-то но вот эти подтянули цифры это мои мысли со стороны что никого не оправдаю никого не обвиняю остается только конечно надеяться на исход лучше там явно у меня сумма тоже там не 30 долларов было на открытие контракта что якобы через 20 лет у меня будет классная пенсия да о чем это просто говорили поэтому там закинута и машина многостоящая дом на юге про там тоже закинут и поэтому хотелось бы какими-то там миллиардами которые есть на счетах и своим имуществом которого у василенко в россии так понимаю очень много при этом я так понимаю мы еще многого чего не знаем естественно наверно есть чем все-таки рисковать ну я соглашусь даже со стороны статистически посмотреть когда были слайды что распределяет все-таки да там пускай это будет пускай это просто картинка ну а так если посмотреть там один из пунктов из этого первого было что компания вкладывает недвижимость ну соответственно это недвижимость тоже там не покупка какой-то квартиры дешевые где-то там в какой-то деревне поэтому какие-то моменты могут и открываться я думаю они и еще и в будущем откроются куда эти деньги вкладывались поэтому мне кажется идентификация что-то и покупалось и вообще вот математика это все же заходили туда естественно даже у кого не было денег да таких порядочных сразу выйти на пассивный доход все всегда смотрели на лидера что у них что-то получалось и опять же я вот просто математик я все время считаю окей если в моей структуре столько получаю его вышестоящий столько представляете целая сетевая компания ходит Романом Викторовичем да ну я так прикидывал ежемесячный доход был около 200 миллионов долларов только по системе сетевого МЛМ в этой индустрии вот эти комиссии потому что оплачивали сразу комиссии она расходилась все просто по структуре количество людей взять которые прибывало там на счета и соответственно ну в зависимости от ранга все получал так что я думаю у него денег вполне достаточно было не скамить даже компанию а просто на комиссиях Михаил а где вы находили статистику сколько людей добавилось добавилось куда ну вот там в чате написала почему 450 тысяч а не три человека ну когда счета открывались первым делом в номере счета это дата его открытия второе это количественно сколько счетов открыто и последние три цифры это либо долларовый контракт либо евро да там 986 или какой последний 30 но все середине середина 6 или 5 это количество счетов а понятно вот от вот откуда эта цифра взялась все теперь понятно спасибо так вот алена тут в чате написала с михаилом полностью согласна одновременно на оформлении стояла примерно 250 человек это просто математика годами не стояли стояли год но видимо и у кого была накопительная программа им надо было еще на первый взнос еще накопить официальная информация есть за двадцать первый год был куплен около тысячи 100 квартир не помню точно если тысяча сто делим разделить на триста шестьдесят пять это получалось около трех квартир в день девяносто две квартиры месяц получается так также вот в чате выложили что но на новом сайте система обновилась до версии 2.5 так и задали вопрос появилась идентификация а да появилась кстати какая-то кнопка create identification то есть создать идентификацию не очень понятно то ли то ли это что верификации ли данные свои внести у кого есть кабинет на новом сайте unite to live что это выполнение плана потому что новые сайты как вались просто посредством почтового ящика открывались эти сайты и переводить гермесовские цифры на новый сайт не понятно что это за соответственно нужно было быть и река она появилась потихонечку план выполняется ну так алена пишет тоже вопрос если роман планировал всех кинуть зачем на себя оформлять имущество в здравом уме мошенники не оформляют на себя ничего ну ален тут скажем так опять же может быть изначально и не было цели кинуть но могли быть ошибки в инвестировании от этого тоже как бы не застрахованы рынок нестабильным он когда ковид шарахнул то есть многие компании обанкротились потому что там запретили например перевозы транспортные потоки между странами закрывались там и так далее экономика сейчас в таком военные действия начинаются я ясно я на прошлых созвонок тоже говорил что если бы до василенко планировал это сделать прямо как кидалово то не было никакого смысла покупать недвижимость в россии скорее всего он бы сразу там запасной аэродром себе готовил там за границей все бы покупал так алена прислала скриншот предложение от застройщика пик что мы здесь видим здесь вкладотека сниженная ставка по ипотеке доход от первого взноса так первый взнос от 15 процентов приносит доход целый год то есть ну насколько я понимаю получается человек кладет первый взнос на него ночь начисляются проценты в течение года так а доход от первого взноса 12 процентов годовые да то есть это где-то по одному проценту в месяц ипотека 499 процента ну то есть получается как бы а пик и к это извините что и к это застрой за строить застройщик да просто не понимаете возникает вопрос пик же это не банк то есть видимо они сотрудничают с каким-то банком чтобы вот эти условия объявить да они же не сами наверное эти вклады принимают ну как бы бизнес-класс ипотека ну короче нет понятное дело что застройщики банки придумывают разные там схемы там семейная ипотека я вам слышал это ипотека для айтишников тоже для стимулирования разные есть варианты рекламы очень много не со стороны это же крупные инвесторы они имеют деньги они имеют явно не последний на постройку 25-этажного здания обычно закладываются деньги на строительство там первого второго и третьего литера естественно какая-то сумма неприлично большая ложится в банк и банк я был процент и начинает той же семейная ипотека еще что-то тот же момент прощик поднимая цену на квартиру сразу закладывает процент который ему будет комфортно чтобы эта квартира дороже стоило а по всему городу расписаны афиши 0 1 процентом или там 09 там такие схемы не используют сколько застройщики так хорошо коллеги наверное будем заканчивать тому что мы уже почти два часа тут общаемся вот спасибо всем кто подключился кто-то в комментариях писал кто-то голосом на связь выходил вот ну по сути резюме какое до 1 ноября осталось всего неделя это у нас сейчас я посмотрю по календарю 1 ноября это вторник черед не на следующей неделе через неделю и вроде как по озвученному плану к первому ноября должны подключить внутренние переводы ну вот и посмотрим global star club возможности безграничные